МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телекомпания Город представляет программу «Время говорить. Обзор событий рязанской жизни. День сегодняшний». Главные темы этого выпуска таковы. Судят медиамагната и депутата. Сегодня прошло судебное заседание по делу учредителя вечерней Рязани Валерия Рюмина и депутата Ворсковского сельсовета Сергея Панина. Фанаты в участке молодых рязанских футбольных болельщиков, попытавшихся устроить беспорядки во время матча, припроводили в отдел полиции. Дорога будет рязанским властям. Удалось договориться с Федеральным центром о субсидиях на строительство дорожной развязки в московском округе города. А теперь обо всем подробнее. Три года и семь месяцев, а также и более чем миллионный штраф получил чиновник рязанской миграционной службы, который польстился на новый ноутбук и поступился присягой Родине и народу. А его поймали на этом нехорошем деле. Собранное железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязань Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего начальника отделения номер 3 отдела управления Федеральной миграционной службы России по Рязанской области в городе Рязани Виктора Семенухи. Он признан виновным в совершении таких коррупционных преступлений, как служебный подлог и получение взятки. Следственным судом установлено, что в июле 2012 года Семенуха в ходе проверки выявил, что в нарушении действующего законодательства индивидуальный предприниматель привлек к трудовой деятельности двух иностранных граждан, у которых отсутствовали разрешения на работу. При указанных обстоятельствах в действиях предпринимателя, а также иностранных граждан усматривались административные правонарушения, за которые, в частности, индивидуальному предпринимателю грозил штраф до 800 тысяч рублей, причем за каждого иностранного гражданина. Однако из указанных иностранных граждан Семенуха привлек к административной ответственности только одного, а за непривлечение к установленной законам ответственности самого индивидуального предпринимателя и второго иностранного гражданина Он потребовал взятку в виде компьютера-ноутбука. Приговором суда Семенухи назначено наказание в виде трех лет, семи месяцев лишения свободы условно и штраф в размере 1 миллиона 125 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу. Эх, Виктор, Виктор, взял грех на душу, ноутбук попутал, а пятно не сотрешь. Что касается миграции, то сейчас наблюдается въездной всплеск, даже ее бум. За несколько лет число мигрантов, въезжающих в Россию, увеличилось на треть. Ведь приметы времени таковы большинство въезжающих. Молодые люди из Средней Азии, в Союзе они не жили. Как говорится, русский язык понимая не знаю. Не знают и жизненного уклада россиян, нормы поведения порой понимают весьма условно. Держатся и по улицам ходят группами, что нервирует коренных жителей. Специалисты отмечают, что приезжие нередко попадают под влияние своей диаспоры, но это еще ладно. Но вот заработать криминальным способом не отказываются, это плохо. Но это с одной стороны. С другой, самих мигрантов нередко оставляют на произвол судьбы, бросают, обманывают. Да и экстремистские группировки дают жару что-то скрывать. Как бы то ни было, вокруг мигрантов всегда клубок проблем. А населению это не нравится. И абсолютно, надо сказать правильно, не нравится. Миграционная служба пытается отрегулировать вопросы пребывания на территории России пришельцев. Но это пока развивающийся процесс. А тут еще и взяточники. Кто ноутбук потребует, а кто и чего поболее. И еще о скамьях подсудимых. Сегодня в советском районном суде Рязани слушалось уголовное дело в отношении учредителей газеты «Вечерняя Рязань» Валерия Рюмина и депутата Совета депутатов Ворсковского сельского поселения Рязанского муниципального района Сергея Панина. Оба, надо сказать, не молодых уже человека, обвиняются по статье «Вымогательство группы лиц по предварительному сговору в целях получения имущества в особо крупном размере». Как говорится, водают. История эта тянется давно. Сегодня суд начал оглашение обвинительного заключения. Подробности последуют. Теперь к более позитивным темам. Сегодня в Ана-Богословском монастыре Рязанской епархии, а это, напомню, в Рыбновском районе, прошли торжества в честь 25-летия со дня его фактического восстановления. Накануне было вечернее всеночное бдение, сегодня утром совершены божественные литургии, а также состоялся крестный ход на знаменитый Пощуповский святой источник, говорит и показывает Оксана Себенихина. В Пощупове на территории Иоанна Богословского мужского монастыря прошли торжества, посвященные 25-летию с начала возрождения святого места. В честь памятной даты в монастыре состоялось праздничное богослужение, в котором принял участие сам митрополит Рязанский и Михайловский Вениамин. Любой желающий мог посетить торжество, отставить службу в храмах монастыря, исповедаться и прочиститься. Соборный крестный ход на святой источник, где был отслужен молебен с водосветением. Своей заботой сейчас у рязанских дорожников высокому начальству региона удалось выбить федеральные деньги на начало проектирования развязки. На пересечении трассы М5 и Куйбышевского шоссе ее планируют построить с начала 17-го года. Об этом журналистам рассказал заместитель председателя регионального правительства, бывший наш дорожный министр Шулкат Ахметов. Продолжая тему, Глеб Галушкин. Уже в июне в сторону Москвы должно открыться движение по одному из створов тоннеля на развязке 182-го километра трассы М5, а в августе и в сторону Рязани. К октябрю же начнется автомобильное движение и в эстакадной части. Это, по словам председателя правительства Рязанской области Шулкат Ахметова, позволит значительно разгрузить федеральную трассу на въезде в областной центр. Транзитный транспорт сможет двигаться минуя центр Рязани по автодороге в районе поселка Элеватор, по улице Станкозаводской и далее на северный обход. Наша задача – обеспечить нормальное движение транспорта в черте города Рязани, потому что этот федеральный транспорт проходит по городу Рязани и большие хлопоты доставляет жителям города Рязани. Как только здесь мы организуем нормальное движение, тогда приступаем к работе над строительством глубокого южного обхода. Как известно, вчера в Рязань приезжал главный цирковой начальник России Вадим Гоглоев. Вообще цирковое ведомство не такое уж беспечное и развеселое, как можно подумать. Там свои проблемы и передряги, например, бывшего гендиректора государственной цирковой компании Фарзану Халилову в этом году отстранили от должности, а Гоглоеву назначили временно исполняющим обязанности. Кстати, пару лет назад он уже баллотировался на пост руководителя госцирка, но проиграл. Выборы как раз Халиловой. О Вадиме Черменовиче Гоглоеве пишут как об основателе цирка «Крокотук», который получил гран-при на международном фестивале во Франции. Также Гоглоев являлся сопродюсером театрального циркового шоу «Спящие красавицы». Однако не цирком единым жив этот человек. Известно, что Вадим Гоглоев возглавляет или уже, может, до недавней поры возглавлял группу компании «Метрополия», владея бизнес-центром, торговым центром, двумя ресторанами и двумя предприятиями быстрого питания. Сейчас новый начальник объезжает цирки России на предмет выявления необходимости ремонтов. В своих первых интервью он говорил, что намерен увидеть все собственными глазами, а также добавил, что многие здания цирков пребывают в неудовлетворительном состоянии. А в разговоре с корреспондентом «Известий» Гоглоев сообщил, что в прошлом году план капитального ремонта цирков был фактически провален. Должно было быть отремонтировано шесть цирков, а в итоге сделан только один – сочинский. «Пять цирков перешли в план на этот год. Я корректирую эту программу», – сказал тогда «Известием» Гоглоев. По Рязанскому цирку вчера Вадим Гоглоев ходил долго, изучал состояние не только зданий, но и подсобок, общежития, а также гаражей. Да и то, нашему цирку за 40 капремонта ни разу не было. В конце этого лета, сообщил Вадим Гоглоев, он уже начнется. «Надеемся и закончится ремонт оперативно, а то как мы без цирка? Один телевизор гляючи, да кино про бандитов. Совсем запечалимся». В этом апреле наша областная дума отметила 20-летие своей работы. Первые заседания думцы провели весной 1994-го. Неспокойные, мягко говоря, были времена, да и депутаты пришли тогда в парламент, так сказать, живописно разные. Было тогда избранников апостольское количество – 12 человек. Потом, видимо, поняв нескромность такой сакраментации, число депутатских кресел увеличилось. Сейчас в Рязанской областной думе больше трех десятков депутатов, которые представляют парламентские партии «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР» и «Справедливая Россия». Возглавляет региональный парламент единоросс Аркадий Фомин. Сегодня в областной думе прошла презентация юбилейного проекта, наблюдал за мероприятиями Глеб Галушкин. В музее Рязанской областной думы сегодня была представлена обновленная экспозиция, посвященная 20-летию работы. Как выразился председатель регионального парламента Аркадий Фомин, здесь фактически представлена история местного парламентаризма в лицах. Ведь стенды посвящены работе депутатов каждого из пяти созывов. Каждому созыву в нашей экспозиции посвящено свой стенд, в котором можно узнать наиболее значимых законопроектов, которые были приняты в этот период, ознакомиться с персональным составом думы каждого созыва, ну и, соответственно, количество, цифры, принятые законопроекты, постановления и так далее. 20-летний юбилей Рязанской областной думы совпал со 150-летием учреждения земств в России. Земские собрания или управы заложили фундамент органов местного самоуправления. Кстати, здание дворянского собрания, где проходят нынешние заседания областных депутатов, служило местом обсуждения важных реформ, законов и различных положений, начиная еще с позапрошлого века. Сейчас, кстати, холлы Рязанской областной думы украсились портретами видных деятелей парламентаризма царского периода. Земство является предтечей будущих демократических начал, является по существу прообразом и современной модели местного самоуправления, и представительной власти, и гражданского общества. Поэтому изучение истории земства является важнейшей составной частью и исторической, и политической науки. А та галерея наших выдающихся земских деятелей, которую вы сможете увидеть теперь в здании Рязанской областной думы, она представляет собой выдающихся деятелей нашей истории. Далее депутаты различных созывов отправились в зал торжеств на научно-практическую конференцию «Рязанская областная дума. Опыт регионального парламентаризма». По ее завершении народным избранникам представили книгу, подготовленную историками. О спорте и не только. Рязанские полицейские пресекли рязанских же фанатов. В том смысле, что не дали особо рьяным болельщикам побушевать, так как в столицах делают. Напомним, в понедельник наша команда «Звезда» принимала воронежский факел. Видно, факела на поле болельщикам не хватило, и кто-то на трибунах хозяев возжег фаер, дабы ярче выразить свои фанатские чувства. Полицейские, присутствуя на матче внушительным числом, бросились недозволенность пресекать. Но изъять поджигателя оказалось затруднительно. За своего вступились коллеги-болельщики. Однако, вспоминая Высоцкого, который писал, что даже Хаттабыч, супротив милиции, ничего не смог, зафиксируем. Дебоширы были культурно задержаны и доставлены в первый отдел полиции. Составлены протоколы. А любителю посмотреть футбол с огоньком надо будет оплатить штраф. Но поскольку факельщик оказался несовершеннолетним, раскошелиться придется его родителям. Размер штрафа по действующим нормам составляет от трех до десяти тысяч. Полиции напоминают, что санкции за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований предусматривают не только административный штраф, но и обязательные работы на срок до 160 часов с наложением административного запрета на посещение мест проведения соревнований. Ну и последнее на сегодня 21 мая, в котором мы вместе с вами живем. Это День защиты от безработицы. В России его отмечают с 92 года. Надо понимать, что до перестройки у нас безработицы не было. И ведь это так. Спросите у людей постарше. Сегодня в студии программы подробностей Ирина Ковалева встречает директора Рязанского регионального центра занятости Дмитрия Пчелинцева. Так что ждем. И, как говорится, уж лучше вы к нам, чем мы-то к вам. А наша программа подошла к финалу. До встречи завтра. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин